Вечер добрый! Слушаете вы свое радио? Как обычно, я полагаю, привычно для вас. По вечерам, по будням, с 8 до 10 в этой студии появляются живые люди, живые музыканты, с которыми мы живо беседу беседуем, песни они нам свои поют. Сегодня для вас будет знакомство, я вас уверяю, приятное знакомство. Очень рассчитываем на то, что через два часа многие из вас скажут, да, это моя группа. Традиция, наша добрая, давнишняя традиция, сначала песня, в некотором смысле музыкальная заявка, а дальше уже будем разговоры разговаривать. Итак, как всегда, живой звук в программе «Живые». Поехали! 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 Дождь серый дождь Может мне помочь Ведь я не помню, где мой дом Быть может он уж смыт дождем Не знаю Улицы, машины, люди, фонари, сливаясь в одно Исчезают в эту бесконечную дождливую ночь Вдруг не гнет, как будто бы знакомое лицо Быть может, это старый друг Нет? И каждый день в туманной мгле По мокрой и чужой земле скидаюсь В своих коротких смутных снах О теплых солнечных лучах Мечтая И с каждою слезует глаз Надежда тает Улицы, машины, люди, фонари, сливаясь в одно Исчезают в эту бесконечную дождливую ночь Вдруг не гнет, как будто бы знакомое лицо Быть может, это старый друг Нет? Меня, я знаю, не отпустит Мой мир в туманной велении Плачь или кричи, здесь не изменишь ничего Все дело в том, что я иду из ниоткуда И направляюсь в никуда Долгий серый дождь с холодным ветром Стал давно как часть меня Я знаю, что бы ни случилось Он не отпустит никогда И с каждым днем сменившим ночь Тоски не в силах превозмочь Я тенью безымянной растворяюсь Исчезаю Исчезаю Я знаю, не отпустит Мой мир в той ламной пелене. 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 И очень мужчинам особенно рекомендую смотреть сегодня видеотрансляцию. Мало того, что здесь интересные молодые люди, имею в виду в творческом плане, здесь очень эмоциональная, яркая и красивая девушка-вокалистка. Я полагаю, что вам будет потом о чем вспомнить, глядя на нее в прямом эфире. Итак, Саша Булдакова, вокал. Да, привет всем. Я очень попрошу всех музыкантов, ну, хотя бы раз за эфир подойти к микрофону. В принципе, я никого не оставлю без микрофона. Кто захочет, тот может по ходу эфира подходить, само собой, выручать вашу вокалистку, которая, в общем, суждена отвечать больше всех остальных. Но, тем не менее, сейчас это очень важно. Гитара, лирика, музыка, бэк. Гитара, бэк, 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 бэк. Безознательно сделал эту оговорку, потому что мы с Сашей пообщались перед эфиром. Аристократичен до безобразия. Аристократичен до безобразия. Мне стало любопытно, но это отдельная тема, кем воспитан и в каких, собственно говоря, интернатах, ну, я имею в виду в данном случае. В интернетах, в интернетах. Спасибо большое. Саша Астократов, да, совершенно верно. И единственный человек, у кого собственный микрофон, как у ведущего программы, важная персона, барабанщик коллектива, Алексей Квардаков. Привет, Леша. Вот, собственно, это и есть группа «Драматика», с ними мы сегодня будем знакомиться, потому что о них информации в тех самых интернетах не так много. Это правда. Надо заметить, что они о себе пока мало думают, а это плохо. Надо себя как-то продвигать. Надо заниматься собой, и надо, чтобы о вас узнавали. Потому как люди вот уже пишут, что кто-то пару лет назад услышал и обалдел. А кто-то сейчас слушает и понимает, что начало такое, что пригвоздило к стулу, и оторваться уже невозможно. Ну, это прям кайф. Круто. Это очень круто и очень хорошо, что у нас нестеснительная, в отличие от вас, аудитория, она говорит то, что думает. Но мне нужно как-то немного еще, может быть, одну песню, и тогда я расслаблюсь. Может, лучше пятнашечку там или полтышочек? Я боюсь, что... Совсем расслабишься? Хорошо. Хорошо, я тебя понял. У каждого свой, скажем так, свой объем. Понимаю. Давайте так. Я сообщу сейчас, как с нами связываться. Это важно для тех, кто хотел бы что-то написать. 46-47. Это короткий номер для смс-к ваших. 46-47. Сначала пишите свои. Делаете пробел. А дальше уже все, что хотели бы адресовать коллективу. Это могут быть вопросы, эмоции, впечатления. Ну, в общем, всем, чем хотите, тем и делитесь. Группа ВКонтакте. Официальное сообщество своего радио. Там давно уже фотография выложена. Это анонсик такой красивый. Там же в тексте группа «Драматика» выделена синим. Значит, активная ссылка, кликая на которую, вы оказываетесь у них в сообществе. А в сообществе, само собой, получаете информацию об их концертах, альбомах, турах. Ну, в общем, обо всем, что у них есть в их творческой жизни. На слове «тур» почему-то все музыканты улыбаются. Вы не первая группа, но я предвижу, что это будет. Поэтому позволяю себе такие вещи озвучивать. Визуализируем. Абсолютно верно. Чаты для вас работают. Один из них на сайте своего, свое-радио.фм. Там сразу все понятно и видно. Чат. Прямо написано. Чат. В общем, не перепутывайте. Там же сверху, рядышком с логотипом, есть такой длинненький плеер. В нем слева онлайн-аудио. Это чтобы слушать онлайн-видео. Справа это синий кружочек такой, видите? Кликаете на него. И тут же оказываетесь в картинке, которую нам представляет Планета.ру. Собственно, в этой же картинке под ней есть чат, в котором точно так же можно отписываться. Мы стараемся видеть, видеть, увидеть, разглядывать, обнаруживать все сообщения, всюду, куда вы пишете, ну и публиковать их по мере возможностей и по мере их интересностей, прежде всего. Все, что касаемо коннекта, сказал. Теперь давайте-ка группе. Как называлось первое произведение ваше? А, в смысле, которое мы сейчас сыграли. Которое спело-то только что. Так красиво спело. Да, оно называлось «Долгий серый дождь». «Долгий серый дождь». А вообще группы существуют сколько времени? Группе уже пять лет. Пять лет. Да, мы, в принципе, играем очень давно. Но вот, как ты правильно сказал, договорились. Как ты правильно сказал, мы немного не слишком активны в интернетах и в продвижении, в раскрутке себя, но мы над этим работаем. Ну, понятно же, что музыкантам всегда сложно себя продавать. Ну, в хорошем смысле. Есть специальные люди, заточенные, обученные под это дело. Это правда, да. Но нам, к сожалению, пока не встречался ни один такой хороший человек, с которым бы у нас появилась какая-то связь, и который бы нам помогал. Вот в чем, собственно говоря, основной затык для музыкантов. Рядом с музыкантами всегда должен быть администратор, который помогает им, скорее всего, не щадя живота своего, потому как работа эта каторжная, знаю точно. И надо как-то вам завести такого человечка. Это бы очень помогало группе развиваться, и очень помогало бы группе становиться, чтобы было известно. Согласна, на сто процентов. Давай-ка дальше споем. На самом деле, закрепить надо успех ваш, который уже случился. А дальше, само собой, будем разговоры разговаривать тоже. Как будет называться следующая песня? Следующая песня называется «Бандиты». И сразу хочу сказать, что... Это не о вас, я помню. Да. В свете последних трагических событий в мире, да, мы все знаем о терактах в Париже, взрывах в Сирии. Ну, в общем, все это очень печально. И эта песня, она содержит слова, собственно, террорист. Но прошу всех не судить книгу по обложке. То есть написанная песня была гораздо раньше? Она была написана гораздо раньше, там совершенно другой посыл. И просто послушайте текст, я думаю, что все сразу будет понятно. У нее очень особенное настроение. Продолжая тему долгого серого дождя, в принципе. А ты к каждой песне будешь так вот аннотацию? Нет, все, все, я молчу. Спасибо тебе большое. Я пошла петь. Спасибо, это важно. Мы сами все услышим, сами все поймем. А то, что ты сказала на предмет этого слова, вот это правильно. Спасибо большое, что предупредила, чтобы не было никаких разночтений. Ну да. Как всегда, живой звук в программе «Живые драматика» здесь сегодня. Поехали. Реакция РПЦ последовала мгновенно. Гориентированного ядерного возмездия. This is a bad day. And it's a time for American redemption. Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили? Превратить США в радиоактивный бед. Я не знаю, как собрать все силы и осколки воли вместе. Я посередине городской трясины. Место брода неизвестно. Я не знаю, как собрать все силы и осколки воли вместе. Пойти в террористы, что ли? Пойти в террористы, что ли? Злая лица дни рождения знакомых На перилах мерзнет, смотрит птица У коризнина с балкона Не шагу из-под одеяла Не важно, что обещала Не знаю, не помню, не вижу, не верю И снег в апреле Бандиты лишили сил Бандиты украли болью Пойти в террористы, что ли? Не шагу из-под одеяла Не важно, что обещала Не знаю, не помню, не вижу, не верю И снег в апреле Бандиты лишили сил Бандиты украли болью Бандиты лишили сил Бандиты украли болью Бандиты украли болью Пойти в террористы, что ли? Бандиты украли боль Я старую Желаю Желаю Ну, начало положено. Все совершенно замечательно, никаких других слов сказать не могу. Сегодня здесь группа «Драматика». Знакомьтесь, пожалуйста, с их творчеством, я уверен, вам это понравится. Вот Виталий Мезляков, например, пишет следующее. Это группа ВКонтакте. Официальное сообщество радиостанции услышало эту группу пару лет назад на фестивале в МАРа, в Малой Ярославце. Ух ты. На малой сцене. Сначала народу было, почти не было, но прекрасные песни в сочетании с отличной музыкой, шикарным голосом быстро собрали слушателей и зрителей. Рад слышать в живых. Вокалистка, да. Шикарно. Спасибо большое. Пишет Виталий. Давайте-ка мы вот о чем. Я подозреваю, может быть, я ошибаюсь в чем-то, но у меня есть такое странное подозрение, что музыканты коллектива «Драматика» имеют музыкальное образование. Все. Нет? Нет, это не так, абсолютно. Умейте обманывать внешним видом. Ну, хотя, что считать музыкальным образованием? Если музыкальную школу считать музыкальным образованием, то, в принципе, многие здесь имеют. Но, например, вот Миша, который, собственно, автор музыки и всех текстов, и гитарист наш, он вообще, он самонучка, он не знает толком нот, и все пишет на слуху. Сейчас Миша сидит и плачет тихонько. Он, на самом деле, абсолютно спокойно к этому относится. Да и правильно делаю. Вот. Но, конечно, хотелось бы получить тоже, наверное, какое-то образование Миши. Миша не поздно еще, в принципе. Ну, мне так думают, что никогда не... А надо ли? В принципе, никогда не поздно. Вот вопрос другой. А надо ли? Просто это как язык. То есть ты просто таким образом упростишь общение с другими музыкантами, которые это знают. Секундочку, ты так об этом всерьез. А ты знаешь ноты, но и грамоты, что ли? Ну, я ноты знаю, да. Именно ноты. То есть я училась в музыкальной школе, да. Да, да. Ух, как. Вот с нотами у тебя все, слава богу, сошлось. Ну, да. Мы с ними подружились. И то. А вокал откуда? Вокал. В принципе, я когда училась в школе, я тоже ходила еще на занятия в такую детскую эстрадную студию. У нас была в моем городе, я не из Москвы, из маленького города. Такого? Город называется Глазов. Всем, кстати, привет. Я думаю, кто-то нас оттуда слушает. Глазов, форевер. Сейчас напишут, что тебе обязательно. Вот, да. У нас там была замечательная, замечательная лицей искусств. Я ходила туда, на фортепиано занималась, ну, как и все многие в школе. А и ходила вот в детскую эстрадную студию. Мы там проходили, у нас была хореография, у нас было актерское мастерство, вот это все, и вокал, собственно. Да, с хореографией все хорошо. Вот. Но поскольку это было достаточно давно, тогда еще не было толком интернета, мы все делали на коленке, ну, то есть мы учились как бы самостоятельно. Стоп. Ну, интернет, он был, естественно, но у нас в городе... Я смотрю на нее и начинаю подозревать, что у меня что-то... Да, да, что я просто хорошо сохранилась. Что-то очень, очень сильно хорошо сохранилась. Нет, интернет, естественно, был, но я к тому, что у нас в городе, например, там, у меня не было компьютера на тот момент вообще, и вот, и как бы информацию доставать было много сложнее, чем сейчас. Соответственно, мы учились, просто слушая музыку хорошую и пытались как-то скопировать. Вот, то есть я считаю, что мое прям образование вокальное началось где-то два года назад, когда я стал ходить заниматься к замечательному преподавателю Марине. Марина, привет, тоже, если ты слушаешь. То есть ты берешь урок в частном, конечно? Да, я хожу сейчас занимаюсь вот два раза в неделю, и я как штык. Молодец, это очень правильно. Я вообще люблю людей, которые не прекращают заниматься. Ну, казалось бы, группа уже есть, песни уже поете, чего вас уже на фестивалях видят, а все равно ходишь заниматься. Конечно, нет, ну да, я прям много для себя открываю нового и учусь каждый день. А всем остальным музыкантам как-то вот, нет, не устали сидеть еще? Может быть, кто-нибудь подойдет, расскажет о себе тоже, хотелось бы немножко. Кто? Давайте. Я так понимаю, что музыкального образования, как я уже понял, такого серьезного нет ни у кого. Нет, серьезное у тебя, Ром, да? Так иди скорее. Иди сюда и скажи про свое образование, это же так круто. Какое у тебя образование серьезное? За клавишами человек не должен сидеть без образования, да, давай. Да, всем привет, у меня Московская консерватория, хороводереживание. Понятно, ну, вот я, да, я видел. Сейчас я объясню, что мне тут показывает нарзукорежиссер. Такая невидаль, как будто бы, ей-богу, что в первый раз, что ли? Ну, показывай мне бас шестиструнный. У нас и семиструнный тут был бас. Ничего в этом необычного уже нет. Вот, красивый шестиструнный инструмент, но пальцы должны быть длинные, чтобы играть на этом широком инструменте. Консерватория, понял. Почему драматика? Ну, вообще, я здесь больше как сессионный человек. То есть, пришел, выучил материал, порепетировал. Вот, ну, на самом деле, очень понравился материал, выразительный элемент театральности. Ну, собственно, вы все слушаете, все слушаете. Вот, и у меня как раз... Рома все поделался, так говорит. Все поделался четко. Нет, нет, я о другом. Я понимаю, что человек с классическим образованием, да, консерваторским образованием. Не хочу никого обидеть, боже упаси, но мог бы выбрать себе что-то, как говорят классики, более серьезное. Там, где фрак, где большой рояль стоит красивый, весь блестящий на сцене. Понимаешь, о чем я? Да, да, бывает периодически, спасибо, да. Почему блондин в Сияруси не пошел, вернее, его выперли из классики, это я понимаю. Потому что ему там точно делать нечего. Нет, 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 вы что, вы что, вы что, вы что. Там, это, здесь все хорошо, это самовыражение. Здесь я играю то, что я хочу, то, что я чувствую. Но есть и другая сторона медали. Ну, ты играешь классику? Ну, нет, уже давно. Устал от этого. Да, там все-таки, как бы, там все, я играю то, что чужие люди написали. А здесь то, что... Ну, вот в этой коллективе я тоже играю то, что чужие люди. Меня, конечно, ломало поначалу. Сейчас вы многие вещи узнаете друг от друга. Да, да, да. В основном, да, то есть, когда я играю там какой-то джаз, фанк или солт, я играю то, что я хочу, и все, и пусть весь мир подождет. Ну, в общем, да. А здесь, ну, да, ты тоже импровизируешь, я думаю, хоть немножко. Да, да, когда руководитель не слышит. Когда он отворачивается. Спасибо тебе большое. Руководитель молчун. Он как уселся, так и сидит. Он просто боится гитара. Он просто завален тут гитарами. Это просто боюсь шевеленуться и разрушить эфир. Так что... Ничего. Может, как и без меня, вот... Я тебе открою маленький секрет. Аудитория очень любит, когда что-нибудь тут падает, ломается. Это же живое. Это же настоящее. Это как раз вызывает ту самую... Мы же живые. Струнку-то как раз живую. Это смотря, как падает. Можно так ведь и... Ну, подожди. Сейчас мы не будем оспаривать, кто здесь прав, кто нет. Можно упасть, понятно, громко, а можно это сделать изящно. И красиво. И в картинке это будет очень мило, да. Скажи, пожалуйста... Изящный, Радка, Саша. Не ко мне. Согласен. Скажи, пожалуйста, если иметь в виду то, что вы играете... Сейчас хотелось бы, чтобы никто с этим не то, чтобы не спорил, а просто не вникал особенно глубоко, чтобы не расстроиться. Вот то, что вы играете, это не есть мейнстрим, так скажем, да. Это не есть та музыка, которая через год-через два... Я сейчас говорю о поп-музыке, да. Завоевывает телеэкраны, всякие голубые, не голубые. Хотя сейчас других нет, огоньки. Да. Это музыка вдумчивая. Это музыка для людей, ну, мягко скажем, с мозгом. Это музыка для людей, которые пришли бы на ваш концерт получить эстетическое больше удовольствия, чем подергать телом. Ну, понимаешь, о чем я. А страшно же в наш-то век, когда надо на что-то жить. Ну, на самом деле у нас достаточно широкий диапазон. То есть мы начали как бы так, действительно, чтобы вступить так тяжелой поступью, скажем так, в соответствии с погодой и с драматическими событиями мировыми. А так-то у нас очень много есть абсолютно, скажем так, форматных. Форматных типов. Это не любят, да. Но я бы не сказала, что они при этом для не очень далеких людей. Они все равно с хорошей поездкой. Сегодня мы решили построить наш, собственно, сет, скажем так, ну, посерьезнее, может быть. Хотя, надеюсь, что... Ну, чашки кофею все равно вы не поете. Ты же понимаешь, да? Я вот об этом толкую. Только в сильном подпитии, наверное. Ну, это мы все в сильном подпитии можем такую бурду петь. Я сейчас говорю о вашей конкретной программе. То есть я сейчас намекаю, более того, я в прямую говорю, аудитории в том числе, что драматика – это группа с вдумчивыми текстами, с очень глубокими текстами, с музыкой грамотной, с музыкой очень эстетской. Поэтому те люди, которые рассчитывают сегодня услышать что-нибудь, типа, даже упоминать не хочу, на самом деле, какие мысли сейчас вертятся в голове, вам лучше сегодня с футболом как-то дружить больше, а не с программой «Живые». Сегодня параллельно еще футбол. А, да? Да, европейские лига чемпионатов там. Пусть лучше там будут. А те, кому дороже времяпрепровождения вот в такой компании, в теплой, в доброй, в думчивой, те к нам спешите сразу. Давайте петь дальше. Что это будет? Это будет песня «Девочка с мальчиком». Все очень мило и просто. Как ты сейчас мне в тупик поставила, конечно. Интересно, что может девочка делать с мальчиком? Даже странно себе предположить. Вот сейчас вы говорите. Драматика здесь сегодня. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Поехали. Хлопая крыльями девочка с мальчиком с песней, За руки взявшись, чтобы лететь веселей, Кончили школу романтиков вместе. Поехали. 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 А девочка с мальчиком, взявшись, за руки летают и ищут greet крыш наугад. Ту, что приветливо спину нагретую, выгнет для сонных Крылатых бродяг Не отыскав ни одной Примастились на ветке Мальчик сказал, что же не будем грустить Верю в свободном краю интернете Сможем профессию кров и друзей обрести Мир, где не знают границ, войны, цепей Светлое правство добрых видей Но отлучают от здешних церквей Разом с альными шутками, мстительным сарказмом Глянь на них, и почем нынче крылья Тоже мне ангелы гнатью за шеи Мальчика с девочкой лично забанил Авторитет социальных сетей А девочка с мальчиком взявшись за руки Лизают и ищут треть файлов в сети Один с измрудного детства А запахом мяты какого побед не найти Молча стояли и перья трепал ветер С первым гранатовым проблеском рассвета Крылья взмахнули выше и выше Вздох и растаяли в небе, как сон Пара непонятых душ, неуслышанных Идеалистов, прошедших времен С мальчиком взявшись за руки Летают и ищут средь молний и туч Дом для влюбленных, надежды, пристанище Белое облако, солнечный луч Дом для влюбленных, надежды, пристанище Белое облако, солнечный луч Вот такая вот романтичная песня Да, такая вот романтичная Все, нормально, слава богу, расслабилась Меня это сильно радует и очень греет Скажи, пожалуйста, ты же понимаешь, что... Или не понимаешь? Вот я не знаю, на самом деле, может быть, мне показалось Но ощущение такое, что нет Манера твоя, твоего вокала, она как бы из прошлого маленькая В этом фишка, конечно, совершенно роскошная Когда на общем музыкальном фоне И клавиши создают тоже тот самый отзвук Времен прошлых, тех 70-х, 80-х годов А с вокалом вот как раз такая история Как мне хотелось бы немножко более подробно, что ли То ли это тембр, то ли это подача, которой ты пользуешься Осознанно это или вот так вышло И ты решила на этом, собственно говоря, сохранить уже фишку? Так скорее вышло, да Ну, то есть я сейчас учусь быть более разнообразной, так сказать И учусь так же петь еще, как сейчас все поют То есть чтобы это уметь просто Ну, порой бывает Вот, но здесь, да, здесь это моя фишка Это так сложилось, это и тембр, я думаю И просто как бы жизненные события именно в школе То есть как вот все происходило, как я училась Оно наложило свой отпечаток, я думаю Вот, и сейчас вот я так пою, да Ну нет, я не думаю, что это плохо Это как раз наоборот цепляет Меня вот лично очень цепляет Я слушаю и понимаю, что окунаюсь немножко туда Ну да, у нас даже есть такая штука, что кто-то написал, что мы как винтаж немного Как это там было, Джимми... Гитара Джимми Хендрикса И вокал из советских фильмов, там, 70-х годов Значит, я не один Да, нет, я в принципе согласна, да, то есть есть такое Ну, это фишка И в этой фишке есть много чего И, кстати сказать, в этой фишке есть притягательность дикая Потому что, ну, как люди живут Отрицать прошлое ведь совсем нельзя В любом случае, и в прошлом тоже было много хорошего И это хорошее нужно помнить И это хорошее нужно беречь Смотрю, в аранжировке вплетаются синтезированные звуки инструментов Которых нет в студии, пишет Максим Васильев У нас очень чуткая аудитория Хотелось бы выступить в сопровождении А хотелось бы выступить в сопровождении симфонического оркестра Ну, это вообще мечта просто Это мечта, да Мечта мечт просто А что касается инструментов, которых нет Но плейбэк никто не отменял, почему нет? Ну, вот сейчас не было плейбэка Сейчас просто у нас прекрасные клавиши Они очень разнообразны Чудесно звучащие, кстати, клавиши Никаких претензий к ним нет Значит, очень нравится то, что слышу А группы ВКонтакте народу мало А давай еще раз Скрипочки, скрипочки, да? Да Или что это? Этих инструментов нет в студии Они есть в клавишах Чудесно Спасибо тебе большое Очень нравится то, что слышу А в группе ВКонтакте народу мало Пойдем, пора исправлять Пишет вам Руссольцев Ура! Приходите к нам Мы будем с вами общаться Очень рекомендую А то вы общительные Да ты общительная? Я, да, с удовольствием Понятно Готова весь день сидеть Переписываться с людьми Если они пишут мне Что-то про группу Или про музыку Или про жизнь Неважно, я готова общаться Вот, поэтому вступайте в ряды В сообщество этого коллектива Вам будет с кем поговорить А что-то, как минимум, вам не откажет Да, точно Значит, есть Вот это голос Пишет человек на СМС-портале Ну, очень многие, кстати, уже отметили вокал Спасибо Мне очень приятно Как тебе, может быть, неприятно? А ты, кстати, как к критике относишься? Я люблю Вообще В принципе, конечно, болезненно Мне кажется, любой человек Все равно реагирует Сначала отторгает это все Но потом он начинает Я начинаю всегда анализировать Думаю, да, вот тут он прав Этот человек, да Зря я тогда спылила Или как-то еще Нет, но вообще Конструктивно всегда приятно Ну, то есть Очень хорошо послушать мнение других людей И из этого сделать выводы А были такие случаи, когда какая-то критика повлияла на тебя настолько Что ты что-то совсем изменила В своем творчестве, может быть Или в восприятии жизни В восприятии мира Видимо Наверное, я пошла заниматься вокалом Вот, то есть, как бы Был такой момент А кто тебя сподвиг? Каким должен быть? Кто должен быть для тебя? Кто бы, сказав тебе Не испытал потом неудобства Что как-то вот обидел девочку А ты, услышав этого человека Я не говорю сейчас конкретно имя Я имею в виду статус, что ли, какой-то, да? Кто это должен быть? Друг Друг? Мне друга достаточно Ну, конечно, естественно Если ко мне подойдет какой-нибудь великий мэтр И скажет Да, вот тут тебе нужно немножко поработать То я тоже это приму к сведению И, кстати, были тоже разные случаи Но изначально, да, это был друг Который мне долго-долго капал Что давай, сходи Ну, потому что Хоть и друг, но капал долго Ну, потому что Как бы он видел, что Мне это поможет И меня это разовьет еще больше То есть, естественно, ты хочешь Чтобы твои друзья тоже развивались И росли И достигали большего Соответственно, вот Мне таким образом помог он Окей Ну, хорошо, мне кажется Ну, просто почему я спросил? Я Вижу в себе такие, знаешь, черты Интересные Черты человека Своенравного Человека Уверенного в себе И в то же время Сомневающегося Абсолютно Плюс к тому Еще и характер Иногда Мужикам Не достать Такого характера Может стать Сейчас я на мужчину смотрю Может стать в позу так Что ни один Мужской коллектив Даже собравшись Все в шестером В пятером Не собьет ее с этого пути Вот встала Упрямая же, правда? На что вы стесняетесь Говорите правду, как есть? Ну что, убьет, что ли? Они боятся Вижу, боятся Это еще одно подтверждение Того, что боятся Не, на самом деле Я очень готова Я очень договариваться Я очень добрая, белая, пушистая Так это же правда Но я сейчас говорю о том Что ощущается А это для человека творческого Мне кажется, архиважно Потому что ты уже С того пути С той дарушкой Которую для себя выбрала Уже не собьюсь Уже тебя от этого не сбить Давай петь дальше Что это будет? Давай Следующая песня называется Я тебя люблю Это для всех Влюбленных, любящих Вот Ой, а можно Можно Шуршалочку мне Где она? Шуршалочка Шуршалочка Это что она сейчас имела в виду? Я хочу глянуть на то Что она называет шуршалочкой Это называется так же Яичко А, вот она Слово это забыла Это слово яичко Я просто стеснялась Почему? А что стесняться то? А что можно стесняться В слове яичко Пасхальное яйцо А это шейкер Такой форме яйца А у нас тут были музыканты Которые на яйцах Всю программу играли И ничего И нормально И звенело И трещало И были довольны все Все? Можно? Да А, сейчас, понятно, присядет Поехали Все, готово Я готова Как всегда живой звук в программе Живые драматика здесь сегодня Погнали Субтитры сделал DimaTorzok В тихой комнате свет на янтарных стенах Отражение прошедшего дня Крики ласточек Шепот листвы Алый закат Долгожданный покой Для тебя И меня Потянуло Прохладой Сверчки Вот-вот Запоют Теперь Мне Помни Я Тебя Люблю Мы под парусом Вместе плывем с мечтой Заглянуть За горизонт Пусть порой Треплет снасть Ветер штормовой Игра хочет Сердясь небосклом Те минуты Что лодка плывет Не под влаз на рулю Верь мне Помни Я Тебя Люблю Не под влаз на рулю Эта жизнь на двоих Эта песня на двоих Этот мир станет пылью без наших надежд И рука в руке, и душа в душе И твой взгляд, как прежде, светел и свеж Все, что выпадет свыше, не дрогнув, с тобой разделю Верь мне, помни, я тебя люблю Аплодисменты Аплодисменты Красиво-то, как господи Александр Кирьянов пишет Вот что, эта группа ВКонтакте А ребята-то эстеты не только в музыке Вот только обратил внимание на то, что музыканты пришли Никто, а бы в чем У всех единая форма одежды Ну, так уж заведено Творчество в первую очередь, а творчество ребят С каждой услышанной песни нравится все больше и больше Надеюсь, так и будет далее по нарастающей Ну вот, четвертая песня И группа нравится еще больше, чем после третьей Класс Это, да, действительно здорово И меня лично это тоже очень согревает Потому что очень хотелось бы, чтобы к вам отнеслись Так же, как и мы к вам отнеслись С любовью, радостью, чувством тепла Потому что вы это чувство дарите всей аудитории Что касаемо концерта Когда вас можно лицезреть на концерте? Да Когда? У нас будет концерт 15 января Понятно, что до этого еще немного далековато Но декабрь Не пробовали 1 января в 9 часов утра Кстати, была такая идея, да Утренник в театре Это потрясающе Да, у нас был один знакомый, который считал, что Точнее, он даже приводил примеры Когда ребята проводили концерты 3 января И просто был sold out Ну, не знаю, что это была за группа, к сожалению Точнее, я не помню, вот так сказать Итак, 15 января 15 января, клуб Chinatown Chinatown-кафе на Китай-городе Всем известный, наш любимый У нас есть такая, на самом деле, традиция Ну, точнее, да, она есть Она до сих пор нами хранима Мы каждый год стараемся делать концерт рождественский То есть, это обычно там 8, 9, 10 января Вот в этом году немножко попозже Но тоже будет он такой тёплый, домашний Ну, такой слегка домашний Вот такой вот концерт 15 января Приходите, будем очень рады всех видеть Ты чё, чё, 15 января Хорошо 15 января 15 января 2016 года Молодец Клуб Chinatown-кафе Chinatown-кафе Я подчёркиваю, Chinatown-кафе Лубянский проезд, дом 15 Даже я помню адрес Лубянский 15 Вечер 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 Восемь вечера Восемь вечера Да Это сбор гостей или уже начало программы? Скорее сбор гостей Это сбор гостей, но мы не любим долго сидеть, ждать Чё тянуть-то Да, надо сразу в бой Всё, я рекомендую вам обязательно 15 января Ну, пройдут Проведём ночь с 31 на 14 И потом на утро 15 января как раз вот к 8 вечера придём сюда И можно будет поехать на драматику Послушать этот концерт, послушать этих ребят Да, мы обязательно сделаем анонс везде тоже Так что добавляйте к нам в группу ВКонтакте, в Фейсбуке Ищите нас, меня находите Я со всеми тоже общаюсь, друзья, все дела Всем буду сообщать о нашем концерте ещё раз Поэтому ура Что касаемо концертов вообще, вы их часто даёте? Ты знаешь, у нас был вот сейчас достаточно долгий перерыв Почти даже больше года, получается, мы не играли Потому что мы как бы до этого давали достаточно много концертов И дали большой концерт, серьёзный, в клубе B2 Который сейчас уже, к сожалению, почил Вот, но он был такой большой, хороший Мы его красиво сняли, всё записали И как бы такую некую паузу взяли для себя Вот, чтобы подумать, чтобы разобраться с материалом Решить, что делать дальше Вот, и сейчас мы как бы снова собрались Уже, кстати, немного в другом составе Вот, ребята, Саша на басу и Рома на клавишах Они недавно к нам присоединились Это да, и в принципе, кстати, дебют Да, можно Кстати, нет, это дебют не только у них Это дебют и у вас, потому что в полном звуке На радио вы никогда ещё не играли Это правда За что вам спасибо, что этот дебют у вас случился здесь Это же день войдёт в историю Да Это же день войдёт в историю И мы об этом будем помнить, и вы будете об этом помнить Надо бы что-то ещё сейчас прямо спеть, наверное Конечно Что это будет? Это будет ещё одна добрая песня лиричная На завтра обещают снег Очень уместно Как всегда, живой звук в программе «Живые» Ну, у нас же зима Мы хотим снег уже Хватит дождя Грубо драматика здесь Поехали Не могу того припомнить, чтоб на Рождество Дождь хлестал неделю за неделей Город стих в плену туманном Улицы пусты Меж домов причудливые тени Вдруг навстречу из дворов высокий паренёк Чёрный зонт, зелёные ботинки Чуть смущённо улыбнувшись, тихо произнёс Нет, да я в глазах своих смешинки Знаешь Не стоит обижаться на дожди Зарк отдай желанье и на миг Чуть прикрой ресницы Научись менять погоду Лишь движеньем в век Слышишь? На завтра обещают снег Вот, сказал, и дождь затих, и тысячи огней Засияли звёздной вереницей Звуки музыки, хлопушки, голоса друзей Добрые, смеющиеся лица Время прочь летит, но светил в памяти моей Этот зимний сказочный сочельник Вальс со странным незнакомцем с белую метель Кто он был, чудак или волшебник? Знаешь Не стоит обижаться на дожди Зарк отдай желанье и на миг Чуть прикрой ресницы Научись менять погоду Лишь движеньем в век Слышишь? На завтра обещают снег Не стоит обижаться на дожди Зарк отдай желанье и на миг Чуть прикрой ресницы Научись менять погоду Лишь движеньем в век Слышишь? На завтра обещают снег Вот так Да Чем не форматные песни? Скажите Форматные? Я все слова формат не понимаю Ну там мы просто Вы касались, что слишком Нужно глубоко углубляться в материал Я просто этот вопрос очень волнует А меня вообще это не трогает Я слово формат не понимаю Ну Формат, я сразу вам объясню Вы, наверное, еще не пуганы радиовещанием И радиоротациями Формат это коммерческий термин Который нужен программному директору Чтобы красиво отказать музыкантам В том, чтобы взять их песню на радиостанцию Формат придуман для того, чтобы определенным образом Отсеивать тех, кто Ну, может быть, не очень Не очень вписывается в понимание музыки Того или иного человека Который занимается формированием музыкальной картинки радиостанции Вот и все И когда люди пытаются зарабатывать на радио, делая из этого бизнеса Они стараются сузить эти рамки Для того, чтобы аудитория Таргетировать Абсолютно Умница, хорошее правильное слово Я учусь, да С ней еще приятнее становится Так вот, это делается сознательно для того, чтобы отсеять ненужную аудиторию То, которое платить может И создавать вокруг этой аудитории нужную для них атмосферу Свое радио в этом смысле отличается от всех Как раз тем, что у нас нет этого понятия Если музыка хороша, если музыка достойна Но если это, конечно, неголимая попса Давайте так, будем честными И неблатной шансон Вот эти два, две категории музыкальные Эти два жанра Для них есть свои Там есть, своих радиостанций хватает Поляна А любая живая музыка, любая настоящая, честная, искренняя музыка Она абсолютно нормально ратируется в эфире 350 коллективов в ротенции своего радио Нет такой радиостанции в России, где так много музыки Разной Разной А что касаемо этой песни Если ты спрашиваешь о том, насколько Что она не танцевальная Не, она не танцевальная Она все равно вдумчивая Она все равно вдумчивая И когда я спрашивал На предмет вашего, ну скажем, страха Насчет того, как вот с этой музыкой жить Это продать сложнее Гораздо сложнее Это как и джаз Джаз на любителя Джаз, поди попробуй, продай А что-нибудь простенькое Такое, эх Как там? Алина, гоп-гоп-гоп Фида, гоп Что там? Она куда-то Я спеваю А я спеваю Это же продается, легко Народу думать не надо Человек жопой крутит, пардон Ногами вскидывает И ему кайфово Вот о чем я говорил А вы молодцы Вы молодцы, что стоите на своем Занимаетесь классной музыкой И плевать на всякую там коммерциализацию Но жить-то на что-то все равно надо Мы об этом поговорим чуть позже На что вы живете Да, очень бы хотелось тоже это знать А сейчас бы нам, наверное, чем-то час Красивеньким закрыть Минутки на три Такая песня есть какая-нибудь? На три? Не длинная, да Ну, в принципе, есть, да Так, чтобы... Песня танца? Танц? О, только поговорили Только поговорили Да? Окей А тогда мы сообщили тем, кто нас может быть слушать сегодня в первый раз После этой песни мы уйдем на паузу После чего вернемся в студию Еще целый час у нас будет Для того, чтобы слушать внимательно И восхищаться тем, что делает группа «Драматика» Поехали Еще чуть-чуть Хорошо, я пока расскажу о том, как с нами связываться На всякий случай 46-47 Это короткий номер для ваших смс-ок Сначала пишите свои Пробельчик делаете А дальше все, что хотели бы сказать Это могут быть эмоции, впечатления Это могут быть вопросы Ну, в общем, все, что хотите Делитесь, пожалуйста Теперь уже все, да? Можем танцы? Т-танцы Как всегда, живой звук В программе «Живые» Погнали Планктон социальных сетей Все как один Уныло плывете по кругу Сжатые губы Скрытые группы Вглубки виртуальных друзей Жали когда-нибудь Этому другу руку В этом болоте тоска Трудно дышать И вода горька А нам нужны песни Танцы В этом болоте тоска Трудно дышать И вода горька А нам нужны песни Танцы Эй, вы писаки Даешь копирайт Всем, кто не любит Солнце за блики в экране Попыты смущаться Поумиляться Гордо выставить лайк Сор в голове Фига в кармане В этом болоте тоска Трудно дышать И вода горька А нам нужны песни Танцы В этом болоте тоска Трудно дышать И вода горька А нам нужны песни Танцы Сонные души Дайте ответ Киберсубъекты Кроты С виртуальной пропиской Кто из сваленых Модных героев Сможет оставить след Больше цепочки И сыпор На серверном диске В этом болоте тоска Трудно дышать И вода горька А нам нужны песни Танцы В этом болоте тоска Трудно дышать И вода горька А нам нужны песни Танцы В этом болоте тоска Трудно дышать И вода горька А нам нужны песни Танцы Ну что, давайте поедем дальше Напомню, сегодня уже группа «Драматика» Вторая часть нашего марлезонского балета Пауза была долгая Поэтому следовало бы начать сразу с песни Как будет называться следующее музыкальное произведение? Оно называется «Старый дом» Как всегда, «Живой звук» в программе «Живый» Поехали! Запах сосен, платьица берез Еду налегке Дорогой верной В родные края В небе клинья перелетных птиц Тем же курсом, кто вернется первым Вы или я Впереди не больше сотни километров Но так трудно удержать Голос звонкой песни в груди Что знает любой Если после долгой разлуки Возвращаться домой То мне встрятят школьные друзья Голоса объятью смех Где нам было все нипочем Старые качели, что скрипя Мычали прямо к солнцу вверх Теперь по плечу Ветви тополей Тянутся к окнам Клечатая скатерть на кухне И все больше морщин Вокруг родительских глаз Старый друг зеленых картин Есенин Ван Пас Ветви тополей Тянутся к окнам Клечатая скатерть на кухне И все больше морщин Вокруг родительских глаз Старый друг зеленых картин Есенин Ван Пас Ветер выхватил играя Горды дальних странных рук Шум берез с душой Венчает В добрых стенах Старый друг Здравствуй, старый дом Твои открытые двери Шаг и горликом Ты ждал меня и верил К тебе вернусь снова Я Здравствуй, старый дом Твои открытые двери Шаг и горликом Ты ждал меня и верил К тебе вернусь снова Я хотела сразу сказать, что эту песню Эту песню я пела, на самом деле, специально для своей школы Школа номер 14, город Глазов С юбилеем У моей школы юбилей в субботу Грядущую Я, к сожалению, не смогу присутствовать Потому что расстояние достаточно большие И работа, и все дела Но всегда с теплотой С теплотой вспоминаю о школьных годах О своем городе И эта песня для вас Ты что-то в прошлом году школу закончила И так переживаешь По этому поводу Ну, это опустим Когда я закончила школу Юбилей там Сколько это школе уже? 50 лет Ну, то есть такая серьезная школа Да, да, да С большим бэкграундом Да, на самом деле Ну, город, в котором я родилась Он небольшой Но, тем не менее, школ там достаточно И эта школа, она одна из лучших Всегда была и остается И я очень благодарна всем учителям Там училась моя мама Моя бабушка там работала Моя сестра там училась В общем, это такое родовое гнездо практически Ну, тогда я понимаю Почему такая любовь у тебя к этой школе Да, конечно И несмотря Очень забавная деталь В этой песне Вот есть слова Старый друг зеленых гордин Есенин Ван Фас У меня, у моей бабушки дома были зеленые шторы Серьезно И стоял портрет Есенина А песню написала не я Написал Миша То есть это какой-то такой ментальный Он поймал эту какую-то волну Эту информацию Откуда-то считал, я не знаю В общем, родилась эта песня И это очень интересно Очень нежно Да А, кстати, что касаемо текстов Кто пишет в основном? Миша? Все пишет Миша, да Все, абсолютно все И тексты, и музыка Абсолютно А, то есть ты лентяйка Я никогда не пробовала, конечно Но я не представляю, как это Вот вообще То есть я понимаю, как можно, не знаю Пробежать марафон Как можно спеть какую-то высокую ноту Но как написать текст или написать музыку Для меня это вообще какой-то космос Я не понимаю, как это происходит Миша на этих словах так скромно отвернулся Занимается своими делами Гитарки перебирает Как не о нем речь идет сейчас Но это комплимент Миши Потому что и тексты глубокие очень И музыка замечательная И группа драматика Сама по себе вызывает эмоции Я смотрю исключительно положительные А что касается названия Почему драматика? Когда смотришь на имя коллектива Сразу возникает ощущение Что это связано с чем-то театральным Близко Слушайте, это как Ты правильно очень поймал вот эту тему Как что-то упловить-то драматика и драматика Ну просто очень многие считают Драматика, металлика Вот какая-то вот эта вот связь Ка на Ка заканчивается Знаешь, что это такое тяжелый Дарк метал Не знаю, что это такое Вот, но на самом деле Да, правильно ты сказал Что это от слова драма В плане театра, да То, что ставят в театре Почему так? Потому что наши песни Они все довольно разные И если вы придете на наш концерт То это будет некое законченное Как бы выстроенное произведение Так сказать Вот И я как такой тоже артист Я всегда веду Никак я Ну в принципе, да, я артист Я веду себя на сцене всегда очень эмоционально И проживаю, проигрываю каждую песню Соответственно, это как такой спектакль получается Концерт Напомню, когда Концерт Да, правильно Учи меня, Семен Учи, что нужно напоминать Концерт 15 января 2016 года То есть уже в следующем году Но это скоро Клуб Чайна Таун Кафе Метро Китай Город В 20.00 Приходите, пожалуйста Я думаю, вы получите удовольствие Александр Кирьянов Вот что пишет Большой пост Разразился человек на пост Такой мощный Вот непонятно, куда смотрят Точнее, что слушают люди Составляющие саундтреки к фильмам Мне кажется, ребята могли бы работать Практически с любым киножанром Другое дело, что Не во всяком фильме Фильм должен быть качественным Под который уже песню перед глазами Мелькают картинки Словно из фильмов Я шагаю по Москве Или там Тритополи на пыльщах И те самые черно-белые кадры С блестящими от дождя мостовыми Большого города Еще чуть-чуть И Олег Ефремов закурит Облокатившись у машины такси А под какие-то песни Вообще вспоминается фильм 31 июня Хотя, конечно, это не песни с мелодиями Похожие Не сказал бы, что звучание группы Совсем уж винтажное А настроение от песен Как-то перекликается с настроением После просмотра этих фильмов А это прекрасное настроение Да, спасибо большое Александр Александр, да, Александр Спасибо, это очень приятно На самом деле про кино Нам тоже не раз говорили об этом Но мы, как я уже вначале сказала Мы неорганизованные музыканты И никак не можем достучаться До нужных людей, видимо Или нужные люди пока еще не встретились Или, да, ну просто случай не предоставил Ну все будет Я уверен, что все будет Потому что вас не заметить, мне кажется, грех большой Кстати, надо сказать спасибо за тот звук Который слушает сегодня аудитория радиостанции Сегодня за пультом звукоежиссера Спасибо Сергей Дебальский Спасибо большое Сергей Дебальский Если вспоминать А мы вспомнили об этом так в паузе В тот период, когда он к нам только-только пришел В программе 3,5 года Он подключился к программе несколько позже Совсем недавно Относительно жизни радиостанции И жизни программы Так вот, когда мы ему объявили Что человек у нас не больше двух часов Он сказал Два часа, это так мало? Вы что, за два часа? Это же невозможно Сегодня сделал звук за 15 минут И послушайте, как это звучит Вот что значит опыт Вот что значит работа в таком напряженном ритме Как обычно на радио Вы думаете, почему он седой? Это он с нами посидел Ну как же так Что он с нами посидел? Но опыт зато набрался Давайте петь дальше Что это будет? Следующая песня называется Черные очки Как всегда, живой звук В программе живые Здесь сегодня драматика Поехали По шумным городским проспектам Идешь вперед Навстречу ветру Купила новые очки от брата Но от чего-то им совсем не рада Эти черные очки Не спасают от тоски Эти черные очки Не спасают от тоски Блестят зеркальные витрины Снуют озолива машины Молчится стразами Мобильные Потерян модный зонтик стильный Эти черные очки Не спасают от тоски Эти черные очки Не спасают от тоски Как обидно этой весной В ясный день Поникнув головой Здесь прести Одной Тосковать Одна Не по погоде ты одета Не можешь ты найти ответа Не смог сдержать он обещаний Не удержать твоих рыданий Эти черные очки Не спасают от тоски К несчастью Эти черные очки Не спасают от тоски Как обидно этой весной В ясный день Поникнув головой Здесь прести И одной Тосковать Одной Субтитры сделал DimaTorzok Эти черные очки Конечно, это надо видеть Надо видеть, как все это происходит Что делает Саша с микрофоном У микрофона За микрофоном Ну, в общем, это красиво Это очень эффектно У нас вообще на эту песню Сложнейший хорографический номер Столцы, все музыканты Как бы просто сейчас уже А чего же А просто это, ну, в линии нужно стоять Чтобы это все было Чтобы было красиво А, понятно, прости, пожалуйста 15 января 15 января Так мы же грифами друг друга здесь поубиваем С нашими-то инструментами Да, это точно Да Я так полагаю Особенно Сергей грифом Был всех Имею в виду его саксофон Вот что Вообще записи какие-то есть у группы? Хорошего качества Записи есть Но Мы Их мало Да И они не сам Они не максимум Что мы можем так сказать Я не знаю Давай лишь объясним У нас с записями такая проблемная Какая бы ситуация Мы писались там И год-то там Четыре назад Какой-то небольшой сет был Плюс еще там Два года назад Мы никак не можем нарулить Как бы найти Должную Ну, чтобы совпало Все, звукорежиссер Что-то еще и так далее Чтобы мы изучали достойно Получили, скажем, только Чего хотели Единственная запись Которая я лично доволен у нас То есть Вообще ни одной нашей аудиозаписи Я не доволен Единственное, я доволен Собственно, лайв-концерт Который у нас был в B2 Вот он весь У нас получилось и видео там хорошо И аудио Перфекционист Смотри В YouTube он есть Ну, это очевидно Это вообще, это жесть Какой перфекционист На самом деле Я хороший полицейский Это плохой полицейский Он там сидит И ничего не говорит Но На самом деле Понимаю Сейчас нужно будет еще разочек Порубиться Немножко над парой песен И глядеть, что-таки Получит что-нибудь достойное Может быть, даже у вашего эфира Я к тому и ввел Что «Черные очки» Это песня, которую я в премьерке Бывал с радостью и удовольствием В лед Причем даже не задумываясь За счет того, как это саранжировано За счет тех музыкальных переходов И за счет всех-всех необычностей Которые есть в аранжировке Этого произведения Вот это и есть то Что для нас Что, ты пишешь многоканал? А, понял, да Вы Так, задержитесь После еще раз У нас есть повод Сделать все возможное Чтобы эту песню Ну, лайвы мы пишем Очень хорошо и качественно Так что вы не отличите В общем-то лайв От нормальной студийной записи Я прям уже Я очень хочу послушать Конечно Нет, секундочку Вот вы запишите И послушайте В эфире Сегодня здесь драматика На всякий случай Напоминаю об этом Это важно Потому что вы должны Запоминать это имя Это название группы Уверен, что 15 января На их концерте Например, вы могли бы Получить огромное удовольствие Потому как песни разноплановые И песни живые И песни настоящие И песни честные Вот это очень важный аспект А что вообще такое Честность, по-твоему? Скажи Честность, по-твоему? Сейчас не о музыке вообще Я поняла Я поняла Как она все понимает сразу Так Честность Всегда неудобный свидетель Слушай, ну ты че Да, Миша сейчас сказал Фразу из песни Которую еще мы не пели Но мы будем ее петь Честность всегда неудобный свидетель Это да Так, ну и что же Ну для меня честность Это одно из важных Абсолютно качеств Для человека Невозможно, мне кажется Нормально жить Если ты нечестен перед собой Нечестен перед Своими близкими Нечестен перед собой В том, как ты делаешь все Как раз перед собой Сложнее всего быть честным Да Себя всегда оправдываешь Всегда Стараешься либо оправдать Да, очень часто ищем оправдание Что это не сделали Потому что так А это не сделали Потому что этак А тут вот еще Какие-то проблемы Но Это Над этим надо Я, например, стараюсь Работать над этим Каждый раз Себя заставляя Как бы правильно Проанализировать Какую-то ситуацию Сделать выводы Честные Да Очистив все От эмоций От каких-то Разных факторов Вот Ну Быть честным важно Да, сейчас Я считаю Очень Может кто-нибудь еще Что-нибудь скажет Про честность Ну, в общем Я тоже хотел бы Чтобы ребята Что-то вообще В принципе Вклинивались Как в разговор Давайте я Сделаем так Сделаем так Почему-то на разговоре О честности Тебе стало Вдруг ты вспрела Да Нет, это правильно Потому что я знаю точно Ну, опыт жизненный Уже подсказывает Что быть честным С собой сложнее всего Потому что тебя Всякий раз оправдываешь Какую-то ошибку совершаешь Ну, не знаю В работе, например Да Делаешь что-то И понимаешь Ну, тут можно было бы Да нет Ну, зачем же Нормально Оно и так В принципе Ну, там же не я был виноват Ну, да Это вот Ситуация и так сложилась И всегда Это вот Я лично с этим Всегда боролся и борюсь Я всегда сам себе говорю Нет, чувак Стоять назад Лучше потратить больше времени Но сделай хорошо Чувак К микрофону Так не будет тебя слышно Да, я знаю Подходи Вот прям для радио Роман Ну, может даже Не честность А можно немножко Перевести на искренность Да Ох, хорошо Так Отлично Я бы Вот мне Ну, может быть даже сейчас В этот период Особенно кажется Искренность Это определенная роскошь Да Почему же роскошь-то? Ну, то есть Это то, что мы Если мы можем Там позволить себе Делать то, что мы Чувствуем Говорить То, что мы чувствуем Общаться с теми С кем мы хотим И не общаться С теми С кем мы не хотим То есть это Вот я бы с этого Ты сейчас очень такую Я бы сказал Точную ниточку поймал На самом деле Я понимаю, о чем ты говоришь Да, искренность Действительно Это роскошь Особенно, если мы говорим О людях публичных О людях родийных Да Сколько раз в меня летели Ну, говоря так Прямым текстом Фекалии От разного народа Имея в виду аудитории Когда мне высказывали Претензии Типа Как ты можешь хвалить всех Кто к тебе приходит Вот люди играют Совершенно разную музыку Тебе же не может нравиться Все Я говорю Почему не может? Может Абсолютно Мне все равно Какой стиль Какой жанр В каком, собственно, направлении Играет музыка Надо видеть в музыке Прежде всего творчество И прежде всего музыку Все остальное не имеет значения Вот за эту искренность Я лично уже огребал И огребаю И буду огребать Но я плевать хотел Потому что я считаю Что в любом абсолютно жанре Можно найти И для себя что-то интересное И, кстати, с этим соглашаются Уже большое количество Слушателей радиостанции Те, кто раньше тоже стоял на позиции Я слушаю только рок Ничего кроме рока Потом вдруг обнаруживают Что-то, говорит Ё-моё, а ведь интересно А есть еще кроме этого Столько всего Столько всего Поэтому искренность Ну, наверное, действительно Это некая роскошь Но мы должны себе Эту роскошь позволять Потому что без искренности Нет чистоты отношений Нет чистоты творчества Нет чистоты производства Давай так будем говорить Такими терминами А вы производите Абсолютно искренне Что-то ты на меня так смотришь Размышляет о чем-то Причем глубоко ушла в себя И там тихонечко вздремнулся Надо петь дальше Что это будет? Это будет песня Добей ее танцем Удивительно Вот так вот Давай попробуем Закрутили Как всегда живой звук В программе живые Здесь сегодня драматика Погнали Вдобе раскрашенных стен В комнате ломаных линий Поле вращения тел Область знакомств без усилий Им пульсы жалят Сплетень и парц Разбей ее в сердце Добей ее танцем То, что скрывает сердца Тотчас поведают ноги Не утолит до конца Жадную страсть одиноких Ночь как в крупье Уравняет все шансы Разбей ее сердце Добей ее танцем Субтитры создавал DimaTorzok Бросив сомнения прочь Словно в саду первозданном Люди, как в первую ночь Счастливы и безымянны Двадцать минут до открытия станции Разбей ее сердце Добей ее танцем Субтитры создавал DimaTorzok Ай, какой чудо! Надо, конечно, видеть все, что они делают Сегодня они не могут позволить себе Развернуться в полном объеме Потому что и площадка не позволяет, естественно Но, тем не менее, какие-то моменты Какие-то эпизоды Да, совершенно очевидно Что на концерте это все выглядит Очень-очень мощно А кто, так сказать, ставит хореографию? Что касается меня То, конечно же, я Все, что делаю я и делаю сама Меня никто это не ставит Просто это как бы Все, что идет от сердца От музыки То, как я себя чувствую в определенной песне Вот я себя так и веду на сцене, собственно Вот А то, о чем говорил Миша По поводу того, что у нас есть На песне «Черные очки» Великолепная Сложнейшая хореография Это был плод совместного творчества Ну, нет В смысле совместного Моего и Миши И Сереги тоже Нет, ты тоже, Сережа Там Поскольку у тебя дудка Ты как бы с ней классно так себя ведешь Всегда на сцене Вот И Сережа тоже сделал свой вклад Ну, в общем, работаете все Да Над этим всем Да Слушайте, а вот тоже момент важный И это всегда важно для молодых музыкантов Для тех, кто, может быть, только-только начинает Свою творческую деятельность Чем вы зарабатываете себе на жизнь? Ну, я уверен, что музыка не приносит больших доходов Приходится работать Вот кем ты работаешь? Где ты работаешь? Я работаю в авиационной отрасли Я работаю в серьезной лизинговой компании И конкретно я занимаюсь организацией обучения для пилотов-стюардесс Вот так То есть ты стюардесс обучаешь? Я ничего не читаю, никакие лекции Но я это все дело организую Как бы типа менеджер проекта Ну, в общем, типа того То есть со стюардессами дело имеешь? Да, и с пилотами Они меня очень любят Я тоже их очень люблю Я понимаю, у них пилоты У нас с ними прекрасные отношения Привет, Иркутск, если что, если кто слушает А Иркутск кто-то начинается? В Иркутске замечательная авиакомпания есть С которой мы работаем И там прекрасные пилоты Нормально, меня вообще-то очень любят пилоты Я вообще-то не сомневался в этом Мне даже в голову не пришло, что можно Может быть иначе С некоторыми из них мы просто никогда в жизни не виделись Мы просто общаемся по телефону Но тем не менее Ну, любят заочно И я их тоже понимаю Михаил, будь добр Я работаю в небольшой Маленькой брокерской компании Брокерская компания Вот такая маленькая брокерская компания Но это позволяет жить Ну, даже покупать инструменты Вот и все Это тоже очень важный момент Сергей Давай расскажи, пожалуйста, о себе Сергей, секретный Интересно госструктуру я Чиновник Ну, можно и так сказать Нет, я не спрашиваю, если там есть какие-то секретные вещи Нет, нет, секрет В аппарате мэра Москвы Проект мэра Москвы Аппарат мэра Москвы Так получилось Мы с Сашкой МГИМО закончили Да, мы вместе учили И так дорога свернула А вот об этом-то мы не поговорили МГИМО закончили Да, вот я и Сережа Не уходи Вернись назад Я здесь Когда будет случай, чтобы я человеку из аппарата Мэра Москвы пальцем показывал Стой здесь Подожди, не уходи, пожалуйста Я буду каждую задачу приходить В другой ситуации придется наоборот МГИМО, что за профессия? Я училась на экономическом А Сережа Тоже МЭО А, ты тоже на МЭО же учился Но на экономическом, да Международные экономические отношения Мировая экономика Мировая экономика Этим же и занимаешься в мэрии Как я понимаю Не совсем Я поработал и много кем-то Дипломатом И в Минэкономразвитии По ГОС меня пока гоняет А саксофон? То, что ты при этом музыку играешь Там нет? Ничего? Наоборот Да Это большой плюс Нет, ну в общем люди Я бы не сказал, что я музыку играю Все-таки это у меня Хобби, хобби Я к этому и так Так и получается Собственно Ребята вот никак Чего? Профессионально хотят заняться этим А у меня В принципе У тебя же связи Сережа так Как бы он Подожди, Саня Подожди Серега, у тебя связи? Ну как Подожди секунду Я сейчас тебе нарисую схему Ну потом обсудим Ты не расскажешь Потому что я Вроде уже все слышу Да-да, давай Давай, Семен Сережа, скажи, что нужно сделать Нет, ну я на самом деле шучу, безусловно Но тем не менее Очень приятно У нас уже был зампрокурора Как-то из музыкантов Ну, Одесский коллектив В котором один из музыкантов Зампрокурора Серьезно А вот работника аппарата мэра Столицы пока что не было Вот так Это приятно Спасибо Леш, скажи, где ты работаешь, пожалуйста Это тоже классно Давай, Леша Барабачка Не, ну как классно Я работаю на самом деле тоже В авиационной отрасли, можно так сказать Только по другой стороне Как бы от Саши Вот То есть это что? Другая сторона Ближе-ближе к гайкам, болтам, к двигателям Вот Вот Что так загадочно? Ну скажи, как называется это? Ну, центр Келдышева Так Нет ни о чем пока не сказала Ну, что ж такое-то Ну, как бы Они же должны летать Там что-то с топливом связано Нет, они летать должны Я потом и спрашиваю От кого зависит, чтобы они летали Нет, ну если что Я не виноват Ко мне не виноват Хорошо Ладно, сняли Сняли сразу всю вину, человек Роман А, ну тут, наверное, все с музыкой связано, да? Да Ну, нет Ну подойди все-таки Чем ты зарабатываешь себе на жизнь, Ром? Ну, у меня есть такая небольшая работа Которая позволяет мне Не умереть с голода Это звукорежиссер новостей Целеканала? Какого? У нас можно Да Какого? Да не важно А ему самому не ловит Вот так вот, да Вот так вот Вы поняли, да? Самому неловко стало Хорошо, ладно Я не буду допытываться Я не питаю теплых и особых чувств Вот Сейчас тебя услышали на телеканале Завтра ты не работаешь звукорежиссером канала НТВ Да 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 Дальше Ну вот Дальше, соответственно, я Ну, в общем, профессиональный сессионный клавишник То есть, как бы Я играю Где Ну, опять же, я играю, где мне нравится То есть, у меня сейчас такая ситуация, что я Можешь себе позволить Да Да, не где кормят, а вот Где нравится Понял Но и кормят чуть-чуть Ну, чуть-чуть кормят Саша, как-то неловко стало Нет, ну, это ее взгляд на вещи, ребят А, хорошо Хорошо Вот Могу даже, ну, не знаю, похвастаюсь, что у меня есть хэштег в Инстаграме Сессионный клавишник Мой Круто Это я Круто Да, то есть, как бы По-русски? Да, в одно слово Ага Я не знаю Я узнаю новые тоже вещи Вот Плюс, соответственно, я руководитель своей кавер-группы Плюс у меня сейчас в собственном проекте я начал петь, играть джаз Вот то, что я То, что любишь То, что я люблю, да И вот, ну, сейчас вот смотрим, как все это Пойдет Должно как-то, да, вылиться уже Ну, я понял В общем, для тебя, в некотором смысле, репетиционная база, это драматика Нет, для меня, в некотором смысле, это Да я же Да, нет, 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 нет Это просто хороший проект, где я Где хорошая музыка, мы ее Где есть эмоции, на самом деле Еще раз, ребят Вот, где есть эмоции, мы Они у них есть И я помогаю им их Донести Выразить и донести Понятно, спасибо большое Саша остался у нас Чем зарабатываешь ты на жизнь, дружище? Ну, я в данный момент Сейчас реклама пойдет такая, да? Давай, ради бога В данный момент я являюсь постоянным участником группы Валерия Маклакова Угу Я думаю, ну, не надо рассказывать, кто это Ну, объясни, потому что все-таки народ даже в группе не знает Ну, это человек Пианист, композитор профессиональный Который работал с такими звездами нашей эстрады, как Глызин Агутин Ну, много он с кем работал Ну, ничего, ничего У него, честно говоря, на сайте там все написано Не переживайте Вот, писал им песни, занимался аранжировками Вот, выступлениями и всем остальным Сейчас он, собственно, собрал свою группу Вот, и мне так повезло, что я к нему попал И нам за это платим даже Ну, само собой, концерты же, все остальное Да, там студийной работы очень много Там замечательные, честно говоря, люди Вот, ничуть не хуже, чем здесь Ооо, правильно Правильно, правильно А Саша приготовил Она считает, что думает Ну, как ментальная волна же есть Да Вот, и вторая моя работенка Я работаю в джаз-бенде Ксении Рубан Есть такая Не знаю Я не знаю, что о ней рассказать Я не очень с ней долго работаю, на самом деле Ну, в общем, ты же зарабатываешь, получается, музыкой Да, я зарабатываю только музыкой Вот тот самый случай, когда два сессионных музыканта в коллективе Оба зарабатывают музыкой До этого я пробовал работать в РЖД, конечно Меня после моего первого образования А какое первое? Я энергетик, по первой специальности Так После диплома меня пригласили в РЖД В наш челябинский филиал Саша из Челябинска? Да, я из Челябинска Так Замечательно Челябинск, привет, если кто-то смотрит Я разоспамил всем сегодня Так-так, и почему тебя выгнали, извини, из РЖД? Почему не выгнали? Я сам ушел Ну, хорошо, почему ты ушел? Ну, это было, конечно, интересно по первости Но потом, ну, не мое просто Не мое Мне там нравилось, да, действительно Чертежи, все остальное Вот Это было интересно, но мне было скучно А вот тут весело Да, музыка это все-таки то, чем я хочу заниматься Чем я занимаюсь Очень давно Круто, спасибо, Саша Вот тут Александр Рязанцев отвечает тебе на твой рассказ Глызин Агутин Эх, помотала жизнь Абсолютно согласен Надо бы петь дальше, что это будет? Это будет песня поэту Как всегда, живой звук в программе «Живые» Здесь сегодня драматика Погнали Жажда, ночь, кухня, минуты, часы Мысли, как ночи, ночи, как строки, строки, как капли Ночь не видно конца Мыслям не видно конца Бремя поэта В улыбке творца Твой друг ломный свет от окна Душевно больной Непростое призвание Не поддается Прямой конвертации В признанный денежный эквивалент Твой статус Ночи без сна Метаморфозы Вспышек сознания Смутные образы Рваные строки Неуловимый Ментальный обмен Твой стих Электрический шок Импульсы жгут Оголенные нервы То, что одним Глоток кислорода Прочих травит Как рану соль И как всезнающий волшебник Как очарованный волшебник Ты переносишь Бияния сердца Чернилами на Безжизненный лист Нижний поэт Образ эпохи Пробитое сердце Стучи Пробитое сердце Стучи В пламени книги Плавятся строки Но голос твой Все же Звучит Твой гнев сквозь слезы В глазах Помнишь, как строчками пил Словно плетью Низких намерений Скользкие пальцы Что протянулись К любимым плечам Окрепь в толпе Эхо от выстрела Честность Всегда неудобный Свидетель Пули впечатали К камней Крущатки Гимн не желавшим Ждать и молчать Твой крик Всем, кто еще слышит Твой крик Всем, тем, кто еще слышит И нет такой власти Отнять у поэта Последнее слово его И словно лезвием по венам И словно лезвием по венам Ты ранишь душу Их силясь Прервать литергический сон Мертвый поэт Образ эпохи Пробитое сердце стучит Пробитое сердце стучит В пламени книги Плавятся строки Но голос твой все же звучит В пламени книги Плавятся строки Но голос твой все же звучит Шепот укрылся за шумом листвы Дарит покой Сонное утро Боль затихает И пальцы почти не дрожат От забвения до воскресенья Это лишь шаг И непослушною рукою Смиряясь нетвердой рукою Ты открываешь окно И хлопая крыльями строки Уносятся прочь Спящий поэт Образ эпохи Пробитое сердце стучит Пробитое сердце стучит В пламени книги Плавятся строки Но голос твой все же звучит Звучит В пламени книги Но голос твой все же звучит Жажда Ночь Кухня Минуты Часы Ночь Кухня Часы Ну в общем так складывает ситуация Что одну песню меньше придется спеть Ну просто не успеваем Та самая длинная финальная Она сейчас собственно говоря И должна уже готовиться Но это не страшно Вы и так произвели впечатление Причем очень серьезное На аудитории В общем то на что мы рассчитывали Очень хотели чтобы было именно так Очень здорово Что есть такая группа как драматика Просто потому что сравнивать ей с чем Когда мы говорим Ну вообще Надо сказать Напоминаю об этом неоднократно Напоминал Напоминаю еще раз В программу живые Никогда не приходят случайные люди Случайные музыканты Здесь очень жесткий отбор И понятное дело Что попадая сюда Ну как всегда раньше так говорили Глумились немножко Но это правда Попала группа в программу живые Значит знак качества И поставить можно Ну просто по определению Иначе не бывает Иначе нет смысла В программе Даже если группа малоизвестна Неизвестна вовсе Совсем молодая Если у нее есть какие-то траблы Ну бывает Когда музыкант так еще не ахти Но уже видна перспектива Это значит что у этой группы Будет на наш взгляд Какая-то перспектива А у вас все есть У вас есть качество звука Есть качество аранжировок Есть шикарный вокал Есть харизма И внешняя харизма И внутренняя харизма И нам бы очень хотелось Чтобы вы действительно Стали со временем Причем чем быстрее Тем лучше Супер мега популярной группой Бросай ты эту мэрию Иди заниматься Хватит Видишь Тебе не первый человек Говорит Я не знаю Какой ты сотрудник Ну наверное хороший Раз тебя там держат А музыканты замечательные И было бы очень обидно Если бы когда-либо Твое хобби Не переросло в профессию Но вы должны тоже понимать Эта статистика Моя статистика Но она оправдала себя Неоднократно Для того чтобы группа Стала группой В широком понимании Этого слова Когда уже знают Когда уже приглашают Когда уже любят Круг должен пройти От 8 до 10 лет Ух ты Ну куда деваться 5 у вас уже за спиной есть Значит у вас Да Недолго осталось Вам нужно писать альбомы Вам нужно распространять Распространять свою музыку Мы с этим тормозим Миша нервничает Я понимаю Но тем не менее Это очень важно Когда ваша музыка Распространяется через сеть Ну хотя бы через интернет И каким-то образом Она узнается людьми Когда нет записи Ну что делать Вот я спросил А записи нет А вот была бы запись Сразу бы решили бы все вопросы И вот песенка пошла В премьерах Но мы это устроим сегодня Конечно Мы это устроим Мы запись устроим Мы с вами еще поговорим Запись мы это устроим Но вы должны об этом думать тоже Да я прекрасно понимаю Мы над этим думаем Очень сложно Когда ты со стороны не смотришь Очень сложно посмотреть со стороны Одним словом на творчество На то что Какой материал есть Уже как бы все поняли Что он очень разноплановый Сложно составить некий Как бы цельный такой альбом Что ли я не знаю Или EP Ну что угодно И у нас каждый раз Мы пытаемся подумать А может быть вот мы как бы Вот с этой стороны Может быть мы подадим Там веселые песни Хорошо нет Веселые что-то никак Давайте вот с таких Вдумчивых Серьезных пойдем С них сложнее Соответственно В общем очень много вариантов И мы никак не можем решить И да Мы каемся на самом деле В этом Что они Что они Так не записали ничего Кайся Кайся Я буду все равно ругать тех Ну ругать нежно Ласково Чтобы не обидеть Тех музыкантов Которые не думают О фиксации О фиксации своего творчества Потому что есть очень Расточительные люди Есть группы И они тоже были в этой студии Неоднократно У которых совершенно роскошная Как у вас музыка Совершенно роскошный материал А записи нет Там и что-то как-то по концертам Ребята Вы же потеряетесь Скоро Если так и будете Вот просто по концертам Ну жалко же Мне лично безумно жалко И обидно за российскую культуру В целом Когда люди не пекут Пекитесь об этом Пожалуйста Начните печься Прям вот После сегодняшнего эфира Прям сразу начните печься А мы вот Я уверена Что мы сейчас поедем домой И у нас только об этом разговоры И начнете печься Хорошо Я верю Верю твоему честному взгляду Пекитесь пожалуйста Ребятки Значит завтра А ты сейчас сообщаешь Аудитории Радиостанции Программа «Живые» Завтра у нас здесь Группа «Воронкутка» Но на самом деле Скорее Дима Мулыгин Сам Без ансамбля Уж извините Так выйдет Так уж как-то получается Но тем не менее Заявлен «Воронкутка» Воронкутка И будет в лице его вокалиста Что за песня будет сейчас? Сейчас будет песня Она называется «Тысяча свечей» Это наш своеобразный Ну мой Своеобразный гимн Что ли Вот Думаю что Всем тоже понравится И Я в это свято верю Спасибо что были Спасибо что показали себя Спасибо что вы есть Такие замечательные Спасибо Саша тебе за то Что ты такая Это очень тоже важный момент Все прощаемся Ну ненадолго Семеной, Сергей И всем Юле Всем слушателям Спасибо большое Мы очень рады были здесь Выступить И сыграть Такая трогательная Смотри какая Ну правда Это очень круто Ладно-ладно-ладно Давай-давай Все поем Уходят жалко его Всем пока До завтра Я устала от лжи И сплетен Я не верю больше новостям Государство пластиковых песен Общество, где искренность изъян Я пугаюсь холода улыбок Отстраненных безучастных лиц Судей непрощающих ошибок Ледяной надменности столиц Долгими дождливыми ночами Я стучалась в тысячи дверей Маленький, смешной, смущенный зритель В непонятной варварской игре В зените Моя мечта Слепящий диск И долгая дорога Мой чистый лист Моя звезда Никем еще не читанные строки Солнце диск не знает остановок Спаний, конституций и гранит Образов, отвергнутых пророков Слабостей героев павших нит Но я иду вперед Навстречу солнцу И пусть меня оставят наконец Порицание бледных незнакомцев Критика язвительных сердец Критика язвительных сердец Никем еще не читанные строки Спасибо большое еще раз всем Ждет подмога Хоть на миг пусть станет им светлей Долгими безрадостными днями Мне сияли тысячи свечей Где кто так же вечно ищет солнце Кто не может без него учать ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В Зиннике моя мечта, Слепящий диск и долгая дорога. Мой чистый лист, моя звезда, Ни кем еще не читанные строки. В Зиннике мой чистый лист, Моя звезда, Нечитанные строки.